И сейчас я вам расскажу об особенностях произношения звуков в гурмухе. И мы начнем с гласных звуков. Гласные звуки в гурмухе делятся на долгие и краткие. И их чередование имеет большое значение, потому что наряду с паузами создает ритм на ад. И долгие гласные звуки необходимо произносить, не проглатывая их, протяжно. Краткие же звуки в гурмухе, наоборот, произносятся очень-очень кратко. Итак, долгие звуки. Они обозначены двумя буквами. Две О, две А, две И и две О обозначают звуки О, А, И, У и произносятся так же, как в русском языке. Например, в словах ХО, ОРДАС, ДЖИЛ, РУП. Перейдем к звукам, произношение которых имеет отличие. Две буквы Э обозначают звук Э. И он, в общем-то, такой же, как в русском языке, но отличие заключается в том, что вы более широко открываете рот, опускаете нижнюю челюсть и опускаете корень языка, его заднюю часть. И так произносите слова. ХЭ, ТСЭ, НРВЕР. Перейдем к звуку, который обозначен двумя буквами Е. И этот звук произносится как Э. Он похож на звук Э, но вы прикрываете рот. Рот почти закрыт. Э, Э. И примеры слов. АДЭС, ВЕС. И эти два звука Э и Э очень важно различать в речи. Далее звук, который обозначен двумя буквами А, У. И он произносится как АУ. Примеры слов. МОХА, АУР, КАУР. И всегда в сочетании этих звуков ударение падает на первый звук. АУ. АУ. КАУР. Не КАУР, а КАУР. Перейдем к звукам, которые обозначены двумя буквами А и также буквами АУ в скобках. Они произносятся с выраженным назальным оттенком в нос. АА. ААУ. Примеры слов. САУ. ТАА. Перейдем к кратким звукам. Буквы А, Е, А с О в верхнем регистре, с маленькой О. И буква О с домиками. Эти четыре буквы обозначают звук, который в Гурмуке называется мукта. Это самый-самый краткий звук. По сути мукта это обозначает отсутствие звука, пустота. Буква А с домиком произносится ближе к очень краткому звуку А. Например, в словах. КАРМИ, ПЕРХАР. Буква Е с домиком. Это очень-очень краткий звук Э. Буква А с О в верхнем регистре, с маленькой О. Этот звук звучит как что-то среднее между очень краткими А и О. И произносится он как О. КАУ. И буква О с домиком это очень-очень краткий звук О, как в слове ДЖИО. Далее звук, который обозначен транслитерацией одной буквой И. Он произносится как И. Это очень краткий звук, который образуется в задней части ротовой полости. И произносится как КРПАЛ, БКМ, ФИР. То есть не ФИР, а ФИР. В задней части ротовой полости. И, наконец, одна буква У. Она обозначает краткий звук У, который произносится так же, как в русском языке. Например, в слове УДДР. И еще одна особенность в произношении гласных звуков заключается в том, что краткие гласные звуки в окончании слов после звука Х произносятся очень-очень сглаженно, еле слышно. Например, КАГЕ. КАРГЕ. САГЕ. Перейдем к согласным звукам. В этом видео я расскажу вам о произношении тех звуков, которые в ГУРМУКЕ звучат иначе, чем в русском языке. Первая группа звуков – это те звуки, которые произносятся с больше, чем обычной силой, с проекцией энергии из пупочного центра и втягиванием низа живота. И они произносятся как П, Ч, Т, К, БГ, Дж, ДГ, БГ. При этом буква Х в сочетании букв БГ, Дж, ДГ, БГ произносится неявно, сглаженно. Больше напоминает выдох. Примеры слов. КОЛ, ТЯВ, ПОГОТЫ, ТУД, САБ. Перейдем к звукам, которые в транслитерации обозначены большими буквами и подчеркнуты. Это ретрофлексные согласные. И они очень необычны положением языка. То есть на картинке вы видите, что язык, он завернут, как калачик, за бугорки, за зубами. Назад. За бугорки, за зубами. И так вы произносите звуки. Д, Т, Т, ДГ. При произношении звуков Н и Р, язык дополнительно не просто в таком положении, загнутом назад, находится и упирается кончик языка в среднюю часть твердого неба. Но еще и двигается вперед, как бы ударяя по бугоркам за зубами. Получается, как такой хлопок. Н, Р, 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 Н, Р. Это требует практики. Но со временем у вас обязательно получится. И для начала хотя бы просто ставьте язык в правильное положение. А затем у вас со временем просто будет все лучше и лучше получаться. Это просто требует практики. Получится у каждого. И примеры слов. Перейдем к звукам, которые в транслитерации обозначены большими буквами, выделены жирным и подчеркнуты. Эти звуки объединяют в себе признаки двух предыдущих групп. Эти звуки произносятся с проекцией энергии из пупочного центра, с втягиванием низа живота. И язык находится в том же самом положении, как при произношении ретрофлексных согласных. То есть он загнут назад. И так вы произносятся звуки. Т и Т. Примеры слов. Тал, ата, тоа, гавад, кады. Далее буквы Н, М и НГ, которые заключены в скобке. Они обозначают звуки, которые произносятся с ярко выраженным назальным оттенком. Н, М, НГ. Примеры слов. Расарам, диванам, опрамперы, синге. Эти звуки всегда произносятся более протяжно. И также хотелось бы поговорить об особенностях произношения звука Х. Он всегда произносится очень сглаженно, мягко. Хоуни, хоуи, кэхэн, вааа. А в таких словах, как симрха, раакаха, он и вовсе практически не произносится. Вот и все, что хотелось бы сказать об особенностях произношения звука в гурмухе. Пожалуйста, задавайте вопросы, если они у вас возникнут в комментариях к этому видео, либо в личных сообщениях в социальных сетях, в наших группах. И мы с радостью на них ответим. Сатна.